здрасте друзья минут максим вы смотрите канал заквайс приехал домой и возникло меня такое спонтанное желание снять экспромт в своем ранее любимом формате вот так в машине неформальной обстановке вырезать правду молотку вот поводом стал комментарий одного моего зрителя на канале я сейчас как раз вернулся опять к видению канала решил разобрать почту и комментарии и обнаружил одно письмо которое достаточно характерно человек пишет что он не такой как все он работает в офисе мало то что работ в офисе у него есть toyota corolla мечта любого менеджера среднего звена ну и дальше написать как он замечательно в россии живет замечательно у него все сейчас есть в текущий момент и все прям вообще плавно и ровно я никто и ничто живу там в америке и в общем как бы непонятно там так вот дорогой товарищ видео снимаю специально для тебя заодно и для тебе подобных сейчас я вслух буду озвучивать твой самый страшный ночной кошмар а заодно ночной кошмар который снится по ночам любому менеджеру российской федерации будь то менеджеры низшей категории среднего звена топ менеджеры и так далее и так ваш ночной кошмар пока вы ребят молодые вам 25-30 лет ну там 35 максимум у вас в россии и в вашей карьерной жизни есть какие-то перспективы потому что у вас нет синдрома хронической усталости и вас ваш работодатель старается по максимум использовать как только вы достигаете возраста 50-55 лет вас вышвыривают на улицу посмотреть статистику сколько менеджеров вот достигает уровня начальника отдела и сколько из них потом могут подняться еще капельку на ступеньку повыше вот сколько людей которые поработали менеджером и когда у них возникает ситуация что нужно или менять работу или что-то делать могут открыть свой собственный бизнес у скольких человек тишка не тонка чтобы пытаться в эту игру сыграть свой собственный бизнес единицы единицы основная ваша масса сидит на рабочем месте извините просиживать штаны потому что я сам работал войти бизнесе 90-е годы конец 90-х периодически и всю эту корпоративную жизнь наблюдал изнутри я заодно еще принимал участие там в чужой корпоративной жизни тоже смотрел как все это происходит и вот эта вся жизнь она прямо как на ладони ясна и понятно то есть вы приходите на рабочее место включаете компьютер какую часть времени уделяете там введению дел если вы начальствуете то вы соответственно строите ниже стоящий персонал основной ссоре вы проводите в интернете и решаете свои собственные персональные вопросы то есть фактически вы не работаете это основная ваша масса когда вас вышвыривают на улицу то счастливчиком у которых есть клиентская база и которые могут заинтересовать другого работодателя могут перейти в компанию рангом пониже где труба пониже и соответственно такой же дым потому что новый работодатель рассчитывает что вы сейчас ему бабла принесете раз вы уходит с клиентской базы понятное дело что вам предлагаю зарплату чуть-чуть поменьше вот но выхода нет вы продолжаете работать на этой зарплате а дальше что вот опять вас использовали вы поработали еще какое-то количество времени достигли максимально возрастной категории и все ребят до свидания до свидос на ваше место придут новые амбициозные ребят молодые тем более сейчас происходит очень серьезная ротация кадров началась еще и в конце 90 в 2000 когда в москву и в санкт-петербург зачастили ребята из глубинки которые готовы впахивать гораздо эффективнее московских и питерских лоботрясов зарплату меньше в два раза и в нужный момент еще и начальника лизнуть в жопу вот так что вот эти кадровые перестановки они начались весьма и весьма давно вот касается любой сферы бизнеса хоть айти хоть нефтегаз все что угодно везде одна и та же ситуация вот когда вы уже окончательно оказывается на улице у вас возникает несколько вариантов кого-то начинается депрессия человек просто привык уже к образу такого бездельника и не может уже жить скажем так в другом социальном статусе терять свой комфорт у кого-то есть сбережение он начинает сбережение проедать так насколько у вас сбережение этих хватит на проедание вот у кого-то это дольше у кого-то меньше естественно это связано со стрессом и большинство менеджеров начинают алкоголить вот начинается алкоголизм и так далее и тому подобное способствующие все дела ну а когда уже финально приходит этот возрастной порог то уже вы окончательно уже оказались не нужны никому вот это тоже факт и вы уже вынуждены искать какую-то побочную работу поработать на складе поработать где-то в магазинчике там не знаю товар проставлять на полочках еще что-то а учитывая что вы уже стали профессиональными бездельниками и привыкли к высокому уровню жизни как высокой оплате для вас это вообще супер стресс потому что одно дело сидеть в офисе просиживать штаны за полторы тысячи долларов в эквиваленте а другое дело за 500 долларов в магазине товара складывать совершенно не комильфо вот ну и что дальше алкоголизм как правило побеждает и соответственно большинство из вас спиваются или уходит в полный дауншифт таких я персонажей сплошь и рядом наблюдал далеко ходить не надо у меня в общем-то говоря был живой пример мой двоюродный брат который проработал в сиб нефти вот сидел почему там неплохо до тех пор пока не стукнул 55 и как только это произошло руководство нашло причину формальную на его место взять молодого какого-то парня приплотненного вот а ему указали на дверь соответственно устроился другую компанию вот которая тоже торговала нефтегазом но соответственно и оклад пониже был учитывая что себя он там никаким образом проявить не смог вот него тоже туда спустя какое-то время попросили вот ну а дальше вот эти временные работы бирж труда и алкоголизм ну как результат печень не выдерживает в том году товарищ на ночном экспрессе отправился мир иной так что вполне закономерное явление вот и вот таких вот вот историй я в своей жизни видел сплошь и рядом к чему я все это кланю зачем я вам это все рассказываю без меня все это знаете думаю люди которые не менеджеры они тоже про это знают вот но из-за как бы чувств сострадания вам от не озвучу как у вас все замечательно в этой жизни вот вы внимательно подумать сколько вам лет и какие у вас жизненные перспективы проблема в российской федерации не в том что как бы работы нету и там да есть бывает работа можно найти какую-то и работу и оплачиваемую работу и в каких-то местах даже нужны сотрудник проблем в перспективах каким образом вы будете встречать свою старость вот это основной вопрос вопроса в россии нету на него ответа потому что не запланировано у правительства чтобы вы встречали старость запланировано то что вы двинули кони и склеил ласт как может быстрее вот это запланировано а все остальное светлая старость там и долгая жизнь она не запланирована поэтому задумайтесь о том что имеется ли смысл сейчас пока вы молоды и амбициозны и можете хоть что-то сделать вот а поменять страну проживания и соответственно переехать туда где у вас будут хоть какие-то гарантии к старости там по крайней мере где у вас вашу пенсию не ограбят с пенсионного фонда деньги не выведут и не придумают еще какие-нибудь фокусы и покусы вот то что государство им играет крапленными картами вот вот в такую канву я все повернул вот так что сидя в офисе у себя перед компьютером особо не выпендривайтесь лучше думайте что произойдет в вашей жизни если вы этой работы лишитесь тем более в текущей ситуации когда идет массовый вал сокращения и безработица чем вы будете заниматься вот всем хорошего дня ребят не не болейте чтобы у вас все было хорошо вот и соответственно чтобы вас не уволили а кто сейчас без работы сидит чтобы работу нашел вот всем удачи а